Приветствую друзья! Сегодня будем собирать устройство из изряда 2.5 деталюхи. Устройство очень простое, работает сразу же, никаких наладок, никаких дефицитных деталей, ничего не надо. Что это за устройство? Устройство управления реле одной кнопкой, кнопкой без фиксации. Порой это очень нужно и необходимо. Вот и мне понадобилась такая схемочка, такое устройство, чтобы кнопочку нажал, реле замкнулось и устройство какое-то, которое подключено, заработало. Я думаю это понятно. Смотрите, что у меня получилось. Вперед! Для начала пару слов о принципиальной схеме. При нажатии на кнопку на входных выводах микросхемы возникает напряжение. С выхода микросхемы сигнал через резистор R1 поступает на базу транзистора VT1. Этот транзистор открывается, что в свою очередь приводит к срабатыванию электромагнитного реле. Светодиод VT1 предназначен для индикации состояния устройства. То есть это индикатор включено-выключено. Ну я думаю, понятно. Отмечу, что напряжение питания может быть не обязательно 9 вольт. То есть, например, если вам необходимо запитать сие устройство напряжением 5 вольт, то соответственно вам необходимо, во-первых, реле с напряжением срабатывания 5 вольт, ну а во-вторых, вам потребуется рассчитать ограничительный резистор для светодиода VT1. Вот собственно и все теоретические моменты. Можно приступать к сборке. Платочка готова. Залудил я ее сплавом бабы розы. Кто не смотрел, посмотрите. Приобрел все необходимые деталюшечки. Что еще хочу сказать. Вот эта вот микросхемочка. NE555. Стоимость ее в наших магазинах, ну по крайней мере у меня в городе, около 15 гривен. А точнее 13.50. Ну в дром магазине 15, в одном 13, в одном 11. Что интересно. В Китае такие микросхемочки стоят вообще копейки. На порядок дешевле. Так и хочется нашим торгашам дать в лобешник и сказать им в конце-то концов. Остановитесь! Но, к сожалению, думает, что меня не послушают. В общем, к чему это все говорю. Рекомендую. В случае возможности, если вы нашли в Китае необходимую вам деталь, покупайте лучше в Китае. Я лично так и поступаю. Почему? Не только потому, что выгодно. А и по честности из принципа. Хрен им, а не наши кровные финансы. Вот так я считаю. Ладно, то все. Политика. Давайте приступать к сборке. Спасибо. последний герой нашей платочки релюшечка елки маленькие отверстия все подписка на колонны блин пошел сверлить все рассверлил теперь входит как дурные текст все паял все собрал да тут собственно и собирать то особо нечего сейчас быстренько вымою все это дело припаяю проводочки и затестим что получилось все отмыл хорошенечко от остатков флюса ну как еще конечно разок помыть ну да ладно будем испытывать я уже конечно испытал не обошлось без приключения во-первых пиндячил светодиод горелый зараза а во-вторых по непонятной для меня причине впаял место неполярного конденсатора электролитический зачем я это сделал остается загадкой значит на блочке на нашем выставим 9 вольт поскольку релюха у нас использована 9 вольтовая но пусть будет 9 9 7 не важно так и это минус к минусу как всегда плюс к плюсу главное не перепутать есть а вместо нагрузки подключим мультиметры в режиме прозвонки это сюда видно там не пойдет жмем кнопку к леть заработала жмем еще раз выключилась и еще раз заработала еще раз отключилась и еще раз и еще раз хватит все работает замечательно на ентам все все ссылочки как всегда в описании подписывайтесь на канал комментируйте видео буду искренне рад с вами пообщаться до новых встреч друзья покеда 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 и 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 а и и Субтитры создавал DimaTorzok